Девушки отдыхают Искандер и Мудрый Шах. Миниатюры по мотивам знаменитой хамсе, петерицы, великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гендживи появились накануне вечером на фасаде Национального музея азербайджанской литературы. Красочный аудиовизуальный проект «Фестиваль света Низами Гендживи» организован Министерством культуры Азербайджана и приурочен к 880-летию со дня рождения поэта. Для нас Низами – это не просто поэт. Для нас Низами – это философ Низами. Низами – это человек, которому весь азербайджанский народ благодарен за то, что у нас есть такой мыслитель, такой поэт, философ, который известен не только Азербайджану, но, я бы сказал, всему миру. Он человек мирового масштаба, он вышел за пределы Азербайджана, хотя никогда не выезжал за пределы Генджи. По своей личности, по своему масштабу человек вышел за пределы Азербайджана. Его произведения читаются во всем мире. Его произведения знакомы всему миру. Его герои до сих пор живут в фильмах, я не знаю, в представлениях. На его произведения наши знаменитые, наши выдающие композиторы сделали свои произведения. То есть этот человек до сих пор жив, его творчество до сих пор живое. Это еще раз показывает масштаб этой личности. Один пример еще скажу, что человек в XII веке писал о принципах гуманизма, о равенстве людей, полов, о гендерном равноправии, о правах человека. И эти принципы, которые он писал в XII веке, стали распространяться французскими философами только лишь в XVIII веке. Это еще раз показывает, какого масштаба эта личность. И мы гордимся, что человек жил, творил и умер в Азербайджане. Вы лично какое произведение много раз перечитывали издание Гензея? Мое самое любимое произведение – это «Сокровищница тайн». Это мое самое любимое произведение. С наступлением темноты стены музея азербайджанской литературы преобразились и окрасились в яркие восточные узоры. Мультимедийный показ собрал немалое количество зрителей. Прохожие останавливались, чтобы полюбоваться изображениями миниатюр из хамсы. Низами Гензея оставил глубокий след не только в азербайджанской, но и в мировой литературе. Его произведения переведены на многие языки. К исследованию его произведений обращаются ученые разных стран. Уже в XII веке Низамия прославлял человека, став основоположником Восточного Ренессанса. «Сегодня состояло замечательное шоу, посвященное Низами, его 880-летию. Мы увидели на его доме, потому что это музей литературы, носят имя Низами. Мы увидели памятник, который смотрит на свое произведение и радуется тому, что народ Азербайджана, несмотря на прошедшие века, помнит о нем и никогда не забывает. Я думаю, что этот праздник для всех нас, для всех азербайджанцев. Низами дорог каждому азербайджанцу. Нет такого азербайджанца, который не знал бы Низами, который не восхищался им. Низами принадлежит нам, азербайджанцам, но он принадлежит всему миру. Это был поэт мира, это был поэт для всего человечества. И поэтому это большой праздник для нас всех». «А у вас есть любимое произведение Низами, которое вы много раз перечитывали? Да, «Искандернаме». Мне нравится его это произведение, «Исхамся». Я люблю больше всего это произведение. Оно посвящено Александру Македонскому, но в то же время в нем говорится о его любви к царице Борды, бординской царице Внушабе, которая принимала его у себя в своих покоях». Аудиовизуальное шоу подготовила азербайджанская компания «Эмэпл Эксклюзив Ивент» совместно с командой «Хипнотика». Над проектом также работали историки, которые знают о великом поэте практически все. Несмотря на довольно прохладную погоду, сегодня к музею азербайджанской литературы пришли многие бакинцы. С восторгом и гордостью они смотрели световое шоу. «Очень необычное, очень впечатляющее. Честно говоря, просмотрев это, у меня пробежали действительно мурашки, и я очень горда за свою страну. Над многим пришлось задуматься, просмотрев вот этот вот ролик. Очень красочно. Спасибо организаторам вот таких вот мероприятий. Побольше бы хотелось бы вот таких организаций о просветлении нашей культуры. Низами – это культура наша. Он нес в нашу культуру много светлого, много любви, добра, теплоты. Я как педагог могу сказать, что я много прочитала про Низами, и впервые я ощутила, насколько он близок к народу. Низами – гений азербайджанской литературы. В XII век прославился многими поэтами. Но Низами является самой светлой памятью XII века. Его пятерица позволяет выучить историю не только своего народа, а историю многих других народов. И то, что мы сегодня увидели, то, что мы сегодня отметили, это одна частица того года, который посвящен великому Низами Генджави. Аудиовизуальное шоу, посвященное Низами Генджави, будет демонстрироваться до 17 октября. Световой сеанс начинается в 20.00 по бакинскому времени с интервалом в 10 минут.